Отвариваться картофель мне нужно будет пюре, пюре, пюре. Примерно 300 грамм мне понадобится. Картофель отварился, я его не буду сильно разминать прям в пюре, просто вилочкой вот так немножко его до однородности помну и достаточно. Когда варила картофель я подсаливала, вот так достаточно, все пусть немножко остынет. Итак готовим тесто для лепешек, в миску выливаем 300 миллилитров кефира, не важно 2,5-3,2 процента какой есть, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды, перемешиваем, смотрите как кефир пенится, работает сода. Так и всыпаем муку, муки понадобится примерно от 400 грамм, 430-450 грамм, у кого как. У меня тут 450 просеянное, сейчас посмотрим сколько понадобится, надо замесить тесто, такое гладкое однородное. Да, смотрите, у меня не вся ушла мука, сейчас взвешу, скажу сколько осталось, вот такое у меня получается тесто. Оно чуть-чуть, можно сказать, прилипает, но чуть-чуть совсем, сильно забивать мукой тоже не буду. Все, накрываю и оставляю на 30 минут. Так, я взвесила, у меня ушло 380 грамм муки, у вас уйдет чуть больше или чуть меньше, все зависит от муки. Для начинки мне понадобится вот такой сыр, это моцарелла, можно использовать сулугуни, здесь сколько, 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 господи, 250 грамм, берем 250-300, чем больше сыра, тем естественно лучше. И натираем на мелкой терке. Итак, собираем начинку, отправляем остывшее картофельное пюре, ну как пюре, просто вилкой раздавила картошку и все, потому что есть крупные такие фракции. Добавляем сыр натертый и 20 грамм растопленного сливочного масла, кстати, еще можно добавить зелень, мелко нарезать зелень, перемешиваем и так тесто постояло 30 минут, достаем его. И делим на равные части, сейчас посмотрим, сколько у нас получится. Делаю вот такую колбаску. Так, ну где-то Раз, два, три, четыре, пять, шесть, да? Где-то на шесть кусков, примерно. 6-8 делим, вот так. Так, кусочки пока убираем. Раскатываем лепешечку. Немножечко вот так раскатываем. Берем нашу начиночку. Начинку тоже примерно делим на шесть частей. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну где-то, где-то вот так. Выкладываем на серединку теста и защипываем. Вот так хорошо защипываем, собираем. В центре. И теперь нам нужно эту лепешечку раскатать. Раскатываю по размеру своей сковородки. Стараюсь делать круглую форму. Ну а там как получится. Вот так. Так, разогреваю сковородку и буду жарить на сухой сковороде. Выкладываю. Жарить лепешку буду на огне чуть ниже среднего до золотистого цвета с двух сторон. Видите, как я раскатала прям тютелька в тютельку. Переворачиваем. О, красота! Жарим с этой стороны. Выкладываю и обильно смазываю растопленным сливочным маслом. Прям обильно не жалею. Господи, как это вкусно. Это просто не передать. Не могу, не терпится. Покажу вам сейчас. Лучше стопочкой, конечно, нарезать. Эффектнее смотрится, но да ладно. Пока она теплая. Ой, какая она тоненькая, смотрите. Класс. Сыр тянется. Горячо. Объедение. Просто объедение. Друзья мои, это очень вкусно. Смотрите, как там классно поджарилась лепешечка. Так. И так делаем все тесто. И последняя лепешечка. Шесть штучек у меня получилось с этого количества теста. Если вы будете делать на сковородке меньшего диаметра, у вас выйдет больше. Да. Масло не жалеть. Сверху я выкладываю вот эту разрезанную. Все, друзья. Лепешки с картофельным пюре из сыра моцарелла готовы. Мы их уже попробовали, я и ребенок. Очень вкусно. Очень. Посмотрите, какое тоненькое тесто. Если положите еще зеленушечку, будет красивее смотреться с зеленью. Вот такая красота. Приятного всем аппетита. Давайте их нарежем сразу. Вкуснотень и красотень. Смотрите, какая вкуснятина. Прям как пирог. Сочный. Сырный. Сыр. Ну, нет слов. Это просто...